Уже 6 июля сегодня. Здравствуйте. Сейчас готовлюсь к тому, чтобы настроиться на стрим. У нас сегодня суббота, и мы в 11 моего времени и в 18 по Киеву проводим стримы регулярные раз в неделю. И я хочу сейчас из-за того, что жара, ходить не в штанишках, а в платьицах. И у меня есть вот такое платьице. Одно из моих любимых, оно простое, распростое. В любимых тонах я очень люблю вот эту бирюзу. Бирюзу люблю. У меня много-много бирюзовых вещей. И брючки, и блузочки, и кофточки, и рубашечки, и все на свете. И платьица тоже есть. Вот это одно из них. Оно тоненькое, оно легонькое. Я накинула не жакетик, а я накинула балерошечку для того, чтобы пред вашей очи появиться. Башмаки надела те, в которых я пойду. Если куда-то пойдем мы сегодня, может быть, только вечерком, и, может быть, я надену совсем другое одежусь. И спортивную обувь обокам. Такие саннолеты, которые я привезла из Вегаса. Мы с Лидей, когда ездили в самом начале пандемии. Это было буквально через две недели после того, как я познакомилась с Лирей. Он подумал, видимо, не нормальная куда. Она в пандемию потащилась. Вот потащилась. И мы с ней зашли в какой-то магазин. Я купила вот эти босонушечки. Потому что они сделаны так, что под каждый пальчик выдавлено собственное местечко. И их надел, и не хочется снимать. И я их не сняла. Я их купила, несмотря на то, что в Вегас я летаю в основном без шимонада. Потому что там можно обойтись, но несколькими футболками и несколькими шортами. Там всегда тепло, кроме самых зимних месяцев. У меня там муж работает. Вон там он доделывает что-то. Лапочка моя. И я нацепила вот такие бусечки. Бусечки. Они из натуральных камешков сделанные. И у меня есть вот такое шикарное. Я его очень тоже люблю. И покупала исключительно из-за цвета. Зная, что у меня много-много такой одежды. И сюда. Сережки забываю. Сейчас пойду вернусь. Нацеплю. Я уже не буду продолжать ролик. Потому как я сегодня буду на стриме. И чего-то сейчас навешу вот в этих тонах. И буду перед вами уже ко всему готовы. Помаду почему-то не стало. Может, маленько сейчас брошу. Освежить. Потому что это просто тот татуаж, который есть. Так облегчилась моя жизнь за счет того, что вот эта прическа еще даже легче, чем та, которую я носила 20 лет. Думаю, что это удобно. Хвостики завязала, распустила. Но снова все на месте. А сейчас вот просто тряханул, пошел и снова тоже все на месте. Как хорошо, что я решилась поменять свой образ. Божечки мои родные, молодец я. 8 июля 2024 года. Мне кажется, что вот это платье я покупала не так давно. Потому что я его надевала на проминальный ужин, когда я ездила года два назад в Аклавхуму. Оно сидело, конечно, получше. Два года назад бы мы были молодыми и красивыми. Но оно такое шикарное, вообще обалдеть. Оно как будто бы, сейчас я ближе подойду, как будто бы кружева. Но эта ткань так сделана. Я нашла в Аклавхуме же брала, я же в половинках всегда. Видимо, итальянские. Тут просто такие полосочки, чтобы пожарить прямо мило дело. Вот так я покажу вам сейчас поближе эту тканечку. Вот видите, какая замечательная. Как будто бы кружева. Но это просто ткань. Сидит еще до сих пор хорошо. То есть можно в люди везде выходить. Я нацепила сегодня под него скромные украшения. Мне кажется, что это не оттуда. Вот сережечки у меня, оно там вот, камешек, он так болтается. Вот я не знаю, хорошо видно. Не хорошо видно. Но он там вот шевелится и поблескивает. И мне кажется, что и здесь тоже такое же было. Но вот чего-то на глаза не попалось. Но попалось очень похожее. И под него же я вот такое с фионетиком нашла. Смотрите, как блестит. А вот здесь вот фионетики тоже искусственные. Тоже очень хорошо блестят. Бывает, что у меня правдишные диамантики вокруг какого-нибудь камня. Ничего-то. Вот так вот они не сверкают, как вот эти искусственные. Вот и расскажите мне теперь, почему я должна любить правдишные бриллианты, а не их искусственные братья и сестры. Мне вот такие нравятся. Тем более, что вот я не нашла его вот такое вот. Я нисколько по этому поводу не расстроилась. А это по-другому. То тоже шевелилось. Это мне женщина набор брал такой. Вот. И вот сережечки здесь. А подвесочку я в следующий раз найду и тоже ее нацеплю. 9 июля 24 года. Мы сегодня будем выезжать покушать по селу. Наредились с утра поярче. Единственное, что вот этот комбинезон, он мне, слава богу, нормально. Потому как я его тоже недавно покупала. Может быть, года 3-4 всего назад. Для нас это недавно. И единственное, что я даже когда покупала, вот эта вот модная длина, которая появилась уже лет 5 тому назад. То есть я еще в школе работала, когда молодые учительницы стали носить штанишки такие коротенькие. Вот они ни туда, ни сюда. Ну вот модно. Поэтому я уже, когда его покупала, я знала, что это направление есть. Я его потерплю. И все равно я иногда делаю так, что я вот эту сторону внешнюю собираю вот здесь на магнитике с двух сторон. Оно блестяшечко, блестяшечко, держит очень хорошо. У меня штанишки получаются как бриджики. То есть я все равно вот эту моду так и не приняла. То есть молодежь идет просто потому, что сейчас так надо. Так может быть уже и не надо. Может быть оно прошло, потому как в школу я не хожу последние 4 года. И не вижу, где там что модно, что не модно. Но комбинезончик у меня очень уютный. Башмачки у меня золотая босоножечка на платформочке, как на горочке она называется. И я в ресторанчик-то безусловно в них схожу. Из украшений я нашла вот такой листик под золото. Он не золотой точно. И у меня есть листик, который я привезла, когда Марк с Лисей брали нас в горы. Путешествия нужно было достичь. Такая вот по извилистой дороге мы ездили. И Марк много-много преодолевал это расстояние на мотоцикле. Вот наши местные мотоциклисты любят такие горные дороги. И когда мы жили в Лейк-Люри, туда люди специально тоже приезжали, чтобы вот по этим вот серпантинам проехаться. Тут листик немножечко другой формы. Они так делают. Я думаю, что и в ваших странах тоже есть. Потому как это настоящий листочек. И он просто уже осенний. И у него остается только структура. Серединка вся выпала. И они потом его покрывают золотом. Где-то он у меня есть. Может быть даже в пакетике. Я не помню, чтобы я хоть раз его надевала. Но я его купила там себе в горах. И Леся сказала, нет, это будет подарок от меня. Я его вам показывала в подарках. Но ни разу еще, по-моему, не надевала. Надо мне его найти. Он так вот побольше. И здесь бы лег за милу душу. Я бы его на золотую цепочку положила. Ну, а это с той цепочкой, с которой он шел, с этой и будет. Но зато сережки у меня правдишные золотые. Я их привозила из России. Специально искала те сережки. В которых я могу и плавать, и спать. Чтобы не снимать, чтобы каждый не наряжаться. Встал с утра и уже красавица уже в сережках. Я купила вот эти. Они очень интересные. Они такие блестящие-блестящие. Потому что у них срез разный сделан. Но они не выполнили ту функцию, на которую я их брала. Потому как они пожалели денег на замок. И он такой слабенький. Вот прямо гнется. Я сказала, ой, спать точно в них не буду. Но надеваю иногда. Они легонькие совсем. И я помню, что я за них платила аж 200 долларов. Там граммулечков-то всего ничего. Они даже на замке сэкономили. Но мне было все равно, сколько заплатить. Самое главное, что оно отвечало тем функциональным запросам, которые я делала. Оказалось, что нет. То есть я не поняла сразу, что замочек вот такой. Я же их не надела там. И самое главное, не сняла там. Я их так примерила. Может быть, мне снимали ее. Я уже не помню. То есть я не заметила этого недостатка. Но они у меня есть как воспоминания вот об одной из поездки в Россию. На руки тоже я надела желтенькое. У нас тут хоть и желтенькое, хоть и синенькое. Вот такой вот камешек я покупала где-то на островах. А вот этот вот листик золотой нам привозила, даже не привозила еще. Она отправляла вместе с теперь уже ее мужем, Галюша наша. Она, не знаю, Галюш, ты смотришь наш канал еще или нет? Потому что многие, которые стали здесь счастливы, они уходят. Вот такой вот она мне прислала. Он отправлял сюда, еще что-то пересылала. Я каждый раз, когда надевают колечко, я ее добрым словом вспоминаю. Оно такое необычное. Вот красивое, красивое. Спасибо, Галюша, за твою щедрость. Спасибо, моя дорогая. А я на всякий пожарный попрощаюсь. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.